Сегодня мы с вами пройдемся по вывеске вроде бы старое сегодняшнее мероприятие, вебинара Всемирная Ассоциация, инвестор-предприниматель Скавей или инвестор-предприниматель Скавей, дата только новая, 15 декабря уже 2016 года. Но дело в том, что как бы определенное время мы с вами будем как бы под этой вывеской находиться, работать и заниматься различными вопросами, которые прямо или косвенно нас касаются. Теперь пойдем дальше и посмотрим, чем мы сегодня с вами заниматься будем. Так, смотрите, значит, здесь есть такие темы, которые мы сегодня коснемся. Еще раз, что является продуктом под нашу инвестицию. Идут всяческие разговоры, кто-то говорит, что продуктом является акции, кто-то еще что-то и так далее. Вот мы сегодня четко определимся или постараемся определиться. У меня есть тут схемка по этому вопросу. Еще раз о стоимости акций. Эта тема тоже такая очень, как говорят, нежно-сенситивная на иностранном языке. Недавно проходил в Санкт-Петербурге евразийский форум лидеров SkyWay. Вот. И там мы тоже на эту тему говорили. Что мы получаем с акциями и в чем риск проекта? Посмотрим. То есть, с одной стороны, мы проинвестировали, получаем по определенным процедурам акции. А что получаем еще, кроме того, вместе с акциями? Некоторые вопросы, которые задаются по разным местам в разное время. И адресные проекты и ассоциации инвесторов SkyWay. Вот пять таких как бы направлений, по которым мы с вами сегодня поработаем. Значит, ничего вам особо такого, ну, выдающегося сейчас не могу сказать относительно новостей. Новости, пожалуйста, смотрите в выпусках SkyWay Capital. RSV тоже делает свои выпуски. Там много информации. Единственное, хочу сказать, что вчера прошел телемост. Те, кто не смогли поучаствовать, посмотрите, пожалуйста, записи. Очень хороший телемост такой, конкретный, конструктивный. Виктор Бабурин выступил и так далее. Там была речь, в общем-то, о самом актуальном. Евгений Кудряшов как бы сопроводил окончание года. Вот. В целом, действительно, Capital и площадка Capital, и сам, ну, естественно, как ихнопарк, конструкторское бюро, все мы вместе с вами очень достойно поработали в этом году. Это не говорю не потому, что я тоже примазываюсь ко всем и говорю. Просто все действительно очень ответственно отнеслись к тому, что происходит. привлекали инвесторов, акционерами становились, ноги встали и стали понимать, что такое стратегия инвестора. Абсолютно адекватные уже вопросы задаются. Это радует. Значит, как говорят в народе, недаром не пропал даром наш труд всех нас с вами, потому что мы вместе работаем и идем к, как раньше говорили, к светлому будущему. И оно действительно таковое будет. И хотел бы сказать еще раз, значит, что будущее ровно такое, какое мы его продуцируем в своем сознании, как мы визуализируем там на заднем экране, и насколько мы, дорогие друзья, положительны. Итак. Инвестирую. Так. Инвестирую раз, инвестирую два, три, четыре. Поехал. И что является инвестиционным продуктом для инвестора? Когда я иду в магазин, или кто-то идет в магазин, кто-то идет куда-то там, допустим, на курсы на какие-то, мы всегда получаем какой-то продукт. На курсах мы получаем пакет обучения, на магазине мы получаем тоже какой-то пакет, или какой-то продукт, или там, баночку, или одежду, или еще что-то. Вот. А у нас, на мой взгляд, и это, скорее всего, так, есть так называемое три единства продукта. Казалось бы, это акция. Все очень четко настроены на акцию. Когда человеку мы рассказываем про проект «Скавей», мы, в первую, он повернут в сторону акции, мы его лицо разворачиваем и говорим, посмотри, вот есть экотехнопарк. Акция – это вторично. Акция – это то средство, посредством чего мы с вами общаемся. Эта акция – это как бы билет, через который мы развиваем экотехнопарк. А и акция, и экотехнопарк сами по себе ничто, если бы не было технологий. И таким образом технология «Скавей» разработана. И с другой стороны, что была бы технология, если бы не было экотехнопарка, если бы не шла сертификация уже? Абсолютно ничего. И тогда бы и у акций не было бы смысла. И теперь опять. Если бы была технология, был бы экотехнопарк, но не было бы акций. Экотехнопарк был бы проект. Если бы он уже был готов, все равно технологию, чтобы ее как бы реализовать, развиваться дальше, нужны были бы акции. Акция – это является посредником между разработкой идеи, разработанной идеей, разработанной технологией, и между тем, как она будет реализована в мир. Иначе и экотехнопарк стоял бы мертвым грузом, и технология лежала бы где-то на полках, пылилась бы. То есть, вот эти три единства дают нам возможность, и это является для нас, для инвесторов, является инвестиционным продуктом. Мы в этот триединый продукт инвестируем, и наши взаимоотношения через акции идут дальше. С одной стороны деньги, с другой стороны залог в виде акций и так далее. Об этом мы уже с вами говорили. Я просто хочу обратить ваше внимание, чтобы мы адекватно понимали и не плавали бы, когда на эту тему начинают спрашивать наши приглашаемые люди, которым мы это пытаемся или стараемся, или, естественно, рассказываем. Это для нашего такого общего развития, общего понимания, тем более, что мы с вами, дорогие друзья, идем все, кто жил, пожелать, естественно, идем в ассоциацию. И об этом тоже мы сегодня немножко поговорим. Таким образом, продуктом является именно вот это триединство. Очень знакомая схема, значит, но акционером я как становлюсь? Инвестирую. Я повторяю просто уже здесь заученную всеми, скорее всего, схему. Это новая юридическая схема. Повторяю, чтобы вы ее понимали. Получаю я, инвестирую в проект. Проект Экотехнопарк сегодня. И те проекты, которые мы подготавливаем в рамках Экотехнопарка, все. Тут можно по-разному говорить. В деталях не будем сейчас копаться. Получаю залог в виде акций Евразия, Нарелоскове, Системс Холдинг. И решаю забрать залог. Как я это делаю? Решаю. Смотрите. У меня есть возможность. Но когда эта возможность появляется? Использовать свое требование. Требование. Я в прошлый раз говорил уже об этом. Я еще раз повторю. Повторение, мать учения. Когда я уже или человек, который уже весь инвестиционный пакет или всю рассрочку оплатил, или сразу приобрел и проинвестировал и стал, и желает стать, забрать залог себе. То есть стать акционером в конечном итоге. Смотрите. Чтобы стать в реестр акционеров. Ведь в конечном итоге что тут греха таить? Что это нас больше интересует, нежели получить потом свою сумму дальше. Вот здесь. Дальше в конце получить свою сумму инвестиций обратно. Хочется получить сумму инвестиций и что-то больше. Что больше? Когда больше? Вот в чем вопрос. И поэтому это для нас тоже очень важно. И поэтому человек, решивший получить что-то больше, подписывает требования, смотрит это требование, еще раз может посмотреть, да что это такое? Но если у него действительно какой-то там есть резон очень железный, да, может отложить, может быть, одумается в какое-то время. А так он может подписать и становится, происходит вот эта процедура, которую я показал, видите, да? Он становится акционером Евразия Нарелского Система Холдинг и проходит в реестр акционеров. Еще раз обращаю ваши взоры в сторону того, дорогие друзья, что, пожалуйста, независимо от того, в каком фонде вы прошли путь инвестора, в какой форме вы это делали до сегодняшнего дня, пожалуйста, все доведите до конца оформления вашего присутствия вот здесь, в реестре акционеров. Пока вы не там, вы не акционер, понятно, да? Вы даже можете подписать здесь требования, вы еще не акционер. Доведите до конца в кабинете, все эти процедуры есть. Встаньте, просертифицируйтесь, получите сертификат Евроазия Рейлс Кавей Систем Холдинга, и вы станете акционером. И тогда я вас поздравляю, я вас уже и сейчас поздравляю. Теперь второй раз, еще раз о стоимости акций. Я сегодня не буду пугать вас большой таблицей от первого до пятнадцатого этапа. Хочу остановиться только на такой вещи, как, еще раз, скажем, чтобы наши мозги и наши ясные взоры не затуманивались бы, в великом желании, значит, как можно быстрее попробовать и продать акции, давайте взвесим цену вопроса. Предположим, кому-то сильно повезло, он проинвестировал на пятом этапе под акции, или в акции, или в технологию, и стал в отдельном акции, в которых дискон был 1 к 600. Это самые дешевые, дешевые для акционера, но не для компании, а акции. Он стал через залог, тогда еще не было залога, тогда было приобретение, вот. Но, тем не менее, он стал акционером за две с половиной тысячи долларов. Есть разница очень большая, и мы видим, что стоимость акций такова. Но какова акция стоимость 100 тысяч акций? Одно и очень маленькое. 100 тысяч акций в этом случае было 166 долларов. 100 тысяч акций. 100 тысяч акций было 166 долларов. Разделить это еще на одну акцию. Давайте оперировать 100 тысячами акций. Это к разговору о том, что смысл начинает, вот на ближайшем этапе, первые 3-5 лет, со 100 тысяч акций, с миллиона акций. Понятно, да? Если мы говорим о 100 тысячах акций, чтобы мы понимали стоимость вопроса, это на пятом этапе, самые дешевые для меня, как для инвестора акции, стоят таким образом. Теперь на восьмом этапе, за восьмом этапе, я за миллион двести акций, или, скажем, стоимость моей инвестиции, да, через залог является пятью тысячами долларов. То есть, меньше, чуть больше, да. И девятый этап, и стоимость тогда 100 тысяч акций, 466 долларов. И девятый этап, миллион двести, опять акций, будет шесть с половиной тысячи. В среднем стоит, да, видите, дисконты разные здесь уже. Здесь три раза меньше, больше даже. Таким образом, если даже откроется, а не если, а когда откроется биржа, то внутренняя биржа, то когда выгодно торговать этими акциями, и как торговать? И вообще, там дальше мы будем говорить, но я здесь уже скажу, что фактически не я буду, не я владелец акций, буду продавать, а биржа поставит стоимость, по которой она готова скупать акции. И эта стоимость в лучшем случае будет вот от 460 до 500 долларов. Почему это выгодно делать? Потому что ей выгоднее скупать у тех, кто действительно хочет продать, или кого приперло продать акции на внутренней бирже, да. Вот. И их продать акционерам, которые стоят в очереди вот за этими акциями. Между этими ценами, между этими есть разница. На примере 100 тысяч акций. Понятно, да? Таким образом, это, дорогие друзья, вот этот пример, на мой взгляд, по крайней мере, может быть, я ошибаюсь, но думаю, что не сильно. Он показывает цену вопроса. То есть, имеет ли смысл мне сидеть и ждать, да, когда быстро начнут торговать акциями? Кому-то, может быть, стоит тот, кто приобрел здесь 2 миллиона на пятом этапе, или стал 2 миллионов, два таких пакета купил, да. Пардон, у него даже 3 миллиона уже стало, правильно? 3 миллиона. Пока я тут размахивал, потерял стрелку. Сейчас я их поймаю. Значит, 3 миллиона. И он, ну вот, случилось что-то, и он решил на 9 этапе, предположим, что на 9 этапе произошло открытие этой биржи, через месяц, может быть, уже, да, внутренней электронной. Тем более, что техника вся, или техническая, она более-менее подготовлена вся. Есть весь инструментарий. Нет только правил игры пока еще окончательных, да. То получится таким образом, что он приобрел 100 тысяч акций, да, или за 166, или же, значит, это миллион умножим еще на 10 за 1666. Это миллион, да. И теперь он этот миллион продает за 5 тысяч. Есть разница в 3 тысячи больше, чем 3 тысячи. Ему это выгодно? Да, конечно, абсолютно выгодно. Вот. Получит какую-то разницу, то есть он отдал, и он сегодня получает 5 тысяч, условно говоря. Я беру самый лучший пример. То есть резон уже, или стоимость вопроса, или резон начинает только вот здесь появляться, дорогие друзья, да. Если говорить о стоимости акций, о внутренней бирже. Внешняя биржа определяет стоимость акций абсолютно по другим критериям. Там начинают играть другие правила, потому что там продавец другой. Продавец смотрит и будет смотреть, ровно как и покупатель, будет смотреть, а стоит ли покупать акции этой компании «Евразин Рэлс Кави Системс Холдинг». Почему я должен купить акции этой компании? Лишь только потому, что они мне выгодны. Если они мне выгодны, что я начинаю смотреть, нужна ли мне эта корова или нет. Первое. Пардон. У коровы смотришь, сколько она в год дает молока, какая у нее месячная продуктивность. А у компании, у компании это объем работ, которые, строительных работ, строительных, не простых строительных, а трасс, трасс по технологии «Скайвей». Вот объем нашей, извините за выражение, коровы, да, когда мы ее будем или когда кто-то будет продавать наше молочко там на этом самом, на бирже, на мировой бирже, неважно какой. Объем. Другое дело, жирность этого молока, то есть какова прибыльность этих акций, или вернее не акций, а этих работ, которые осуществляются. И тогда он сразу начинает смотреть, окей, отлично, первый год было, да, нормально, или только что началось, да, заказов еще больше, это все видно, сколько предзаказов сделано. Имеет смысл купить. И начинает думать, дай-ка поторгуюсь. А биржа смотрит. Сначала биржа выставляет по одному доллару акция. Первый день один доллар. И вот там может быть фиаско. А рынок не отреагирует по одному доллару. Что тогда делать? Два дня по одному доллару стоит, никто не покупает. Понятно, да? То есть стоимость вопроса зависит вот от таких моментов. Поэтому, почему я это говорю? Это говорю потому, чтобы мы с вами начинали понимать, ведь большинство из нас не занимается этим каждый день, и поэтому это трудно понять. А, скажем, и я этим не каждый день занимаюсь, но волею случая и по обстоятельствам жизненным мне приходилось, и время от времени приходится давать советы людям, приходится и самому разбираться в этих вопросах. Вот, и поэтому я с вами делюсь. То есть мы должны быть готовы, мы готовимся к тому, что и как происходит. Идем дальше, дорогие друзья. Смотрите. Что мы получаем с акциями вместе еще, кроме всего прочего? Мы с акциями вместе с вами получаем эквивалент под инвестицию. Какой эквивалент? Право владения акциями. Ну, это ясно. Но с этим правом мы получаем еще право получения выгод. Почему мы здесь выбрали с вами, почему мы здесь с вами выбрали вот этот путь через залог? Лишь только потому, что мы сообразили, нам посоветовали, что мы еще получаем право получения выгод. Каких выгод? Получение, первое, того, что, значит, не получение, а, ну да, получение того, что стоимость акции будет выше номинальной стоимости, или, по крайней мере, по номинальной стоимости удастся их реализовать, или их стоимость будет по номинальной стоимости. А фактическое наше приобретение в процессе было несколько иное. Уже мы, у нас выгода есть, есть. А мы сидим и думаем, что они будут выше. И мы абсолютно уверены в этом деле. Потому что так будут складываться обстоятельства годом раньше, годом позже. Вот. Это первое. Второе. Дивиденды. Опять-таки, когда будут дивиденды? Мы уже говорили. В зависимости от того, как у нас идет процесс освоения адресных проектов в целом у концерна. Теперь мы сегодня можем предполагать, что у головной компании на запуске будет, ну, скажем так, даже когда к нам войдет мощный инвестор, который будет финансировать этот процесс, и то, скажем, будут, ну, не трудности, а будет очень большой объем работ, чтобы запустить массу адресных проектов. Поэтому это одна из тем, почему мы стали подумывать о создании ассоциаций инвесторов или ассоциаций акционеров сковей, чтобы тоже готовиться и подготавливать адресные проекции. Не так мощно, но с миру по нитке, а всем будет красивый фракт. Вот, поэтому это вторая выгода – получение дивиденды. И третье, как мы уже говорили, это участие своими акциями в различных возможных проектах. Есть еще третья, четвертая выгода, о которой я не говорю. С того момента, как только начинают акции котироваться на бирже, они превращаются в так называемое имущество, которое в конечном итоге можно и закладывать. Вот, под какую-то там, я не знаю, под какой-то, ну, допустим, приобретение чего-то очень большого. Одно дело – просто продать акции, другое дело – и купить, например, дом. Совсем другое дело – заложить миллионы акций и занять где-то. Может быть, у того же самого фонда в банк пойти, банк может тебя раззуть, а прийти к фонду и занять абсолютно возможно под какой-то определенный, как бы, результат, плюсовой результат. Рассчитываться, взаиморасчет устроить – это все возможно. Выгода? Выгода. И здесь появляется еще целый ряд других выгод, которые являются, как бы, производными из того, что ты или я или мы с вами являемся владельцами акций. Вот от этого первого права. Но, естественно, говорить вам о выгодах и не говорить о рисках, ну, это будет немножко однобоко. И поэтому, я повторюсь, есть риски, и их не следует стесняться. Они абсолютные, в любом деле есть. Даже вот мы выходим на улицу, у нас есть риск подскользнуться, споткнуться, какую-то придурка, пардон, встретить, или наоборот, красавицу встретить и перевернуть себе в мозгах все. Понимаете? Все возможно. Или красавца встретить. То есть риски у нас есть различные. В нашем проекте есть технологические риски и есть временные риски, процедурные риски. Но, в целом, технологические риски, все остальные процедурные риски, они, как бы, сокращаются и сводятся к временным рискам. Технология, она экспертами оценена. Я уже говорил, что я неоднократно даже я обращался к экспертам. Они говорят, технология сработает, потому что она очень умно, гениально составлена. Вот. Не зная даже деталей, можно предположить, что это не, значит, это начнет работать. Но требуется отработка. Вот это и делается сейчас в экотехнопарке. Поэтому, а вопрос только в том, риск в том, еще раз повторюсь, месяцем раньше, тремя месяцами позже, но технология получит свою сертификацию, какой-то ее элемент, какой-то элемент юнибуса, юнибайка, мотор, колесо, и все. И вопрос пошел. Документы оформятся, все пошло дальше. И строительными проектами точно так же. То есть, временные риски есть. Вот. Последнее, еще раз, коль здесь написано, если ружье стоит на стенке или висит на стенке, он должен стрелять. Значит, инвестирую, это не является тождественным покупаю. Об этом я уже говорил, но напомню вам еще раз. Таким образом, дорогие друзья, идем дальше. Некоторые вопросы, по-моему, сейчас пойдут дальше. Да, некоторые вопросы. Видите, я даже знаю, что у меня сегодня здесь на слайдах. Вот это такой, как бы, интересная тема. Очень много. Под разным соусом задаются. Я их, как бы, скомпоновал вот в пять так называемых вопросов. И давайте по ним пройдемся. Это тоже нам надо знать. Это полезно знать. Мы же занимаемся бизнесом. Мы же повышаем свои компетенции. Я тоже, кстати, повышаю свои компетенции. Когда мне задают вопросы, отвечаешь на вопросы. Ничего страшного нет, когда ты говоришь, слушай, я не знаю, как на этот вопрос тебе сейчас ответить. Не хочу выдумывать. Давай я разберусь и отвечу тебе на вопрос. Так вот, я разобрался и отвечаю на эти вопросы. Сам тоже стал компетентнее с вами вместе. Спасибо вам, дорогие друзья, которые задают вопросы и те, которые слушают эти вопросы. Передача принадлежащих мне акций. Как это возможно? Никак, дорогие друзья. Акции не передать. Это абсолютно, как бы, не компетентный разговор. Когда я говорю, а, я передам свои акции, там, тёща, например, я её очень уважаю, хороший человек, я передам ей Владимир Маслов и там тёща Полина Гагарина, например, или какая-то там другая тёща. Не передать это невозможно. Значит, потому что нет такой сделки. Ладно, вы говорите, ладно, тогда я продам ей. Тоже нет такой сделки. Кто-то сейчас возмущается, говорит, что за ерунду Маслов рассказывает. Дело в том, что прямо не продать. Видите, здесь есть продажа. Продажа, стоимость, кому могу продать. Дело в том, что продать нельзя. Продать можно отдать, продать можно будет только биржи. Или внутренней, или же внешней, открытой уже всемирной биржи, да. Потому что так внутри мы не можем между собой торговать, даже если мы все акционеры. Я не могу к кому-то пойти, кто-то не может ко мне прийти и сказать, что слушай, купи. Только продали на внутреннюю биржу. И там, смотрю, подходит мне оттуда купить или не подходит. Опять-таки, мировая биржа, когда будет, я отдаю по той стоимости, по которой там, как они котируются на данный момент, я их отдаю туда. Все. Если кто-то хочет, моя теща, например, то она оттуда их покупает. Все. Это одна единственная возможность. Но это продажа. Как это возможно? Но есть возможность дарения. Дарение – это совсем другая история. Можно подарить. И тут люди упираются в такую проблему или вопрос, который является очень существенным. Кто-то ко мне обратился и говорит, вы знаете, что же делать? Я постаралась подарить человеку акции, которым я являюсь сейчас владельцем. Во-первых, сегодня дарить нельзя. Понимаете, да? Дарение – это есть сделка отчуждения уже сегодня. Иначе мы так и начнем. Только что я сказал, что никому нельзя продавать. И вы подумали, ага, масло придумал, давайте дарить начнем. Нельзя дарить. Можно подарить, значит, на определенных условиях дарение осуществить. И тоже с того момента. Сделку можно сегодня сделать. И дарение будет действовать, но только лишь с того момента перейдет собственность, когда откроется биржа. До этого момента этого нельзя делать. И тогда можно будет в реестре изменить собственника. Теперь дарение может быть в рамках близких родственников в первую очередь. А дарение просто куда-то на сторону – это очень такая сделка сегодня сложная. Во-первых, родственники потом могут ее… Я подарил кому-то, а родственники, которые наследовать будут за кем-то, кто ушел в мир иной, потом будут это оспаривать, и там много проблем может возникнуть. Важнее всего здесь стоимость. Стоимость, значит, смотрите. Когда мы идем с наследованием, когда осуществляем дарение, там очень важно определить стоимость. И зачастую вот был такой случай, человек пошел за наследование, обозначил там или оформлять наследственную, и стал там оформлять, значит, по стоимости, номинальной стоимости акции. Ему выкатили мощный счет на госпошлину и за нотариальную сделку. Хотя нотариус ничего больше не делал. Он подтверждает, да, вот этот человек действительно хочет эти, значит, наследовать там кому-то из своих родственников и как бы подарить. Не подарить, а наследовать. Вот. Вопрос в том, что когда обозначается наследование, не надо писать стоимость, номинальную стоимость акции. Нужно писать просто количество номера акции, номер такой-то по номер такой-то. И когда нотариус спрашивает, а как вы оцениваете саму вот эту сделку, наследование или стоимость этого объема, вы говорите там 100, 200, там сколько-то долларов, подъемную стоимость, с которой нотариус получит свою пошлину нотариальную, и государство получает государственную пошлину за осуществление этой сделки. Продажа. Я стоимость уже говорил и говорил о том, кому можно продавать. То есть стоимость определяется при продаже, определяется тем, той биржей, через которую осуществляется продажа. Что делать, если я инвестировал и платил рассрочку для кого-то? Ну, платили, инвестировали, ничего не поделать. Для кого-то тогда надо и оформить этот пакет, довести его до конца и оформить на того человека, которым это делали. Да, тут бывает много нюансов, но что поделаешь. Если вы на кого-то эту рассрочку оформили, то она уже на него, и оформлять надо до конца. Да, бывает так. Человек вот в Петербурге спросил, ну вот я начал на человека или оформлял-оформлял, 8 месяцев оформил, остались 2 месяца, а мы поругались. Что делать? Я говорю, что вот надо или договариваться, или смотреть, что тогда вам надо там делать. Вот. Возникают проблемы. Поэтому, дорогие друзья, очень четко принимайте, когда вы принимаете решение, что делать и за кого-то платить. Я понимаю, что очень заманчиво за кого-то начинать платить. Одновременно как бы и акции кому-то давать. А если это еще и недалекий, недалеко стоящий от вас человек, да? Вот. Еще и получить, а его подписать под собой, получить какие-то бонусы, да? Вот. В расчете. А может это все выкатиться в проблемы. И тогда принимайте решение, что делать. Надо советоваться. Каждый конкретный случай надо рассматривать отдельно. Поэтому здесь я не уполномочен каких-то конкретных советов давать. Вот. Хотя иногда очень хочется дать совет. Но этот совет может повести к не совсем хорошим процессам. Как я смогу продать свои акции, когда кому? Уже говорил. Продажа, да? Когда кому? Тоже говорил. Со своими акциями. И мы несколько уже посмотрели с вами, что когда имеет это смысл вообще делать. Вот. Стоимость будет определяться той площадкой, которая торговать будет этими акциями, да? Вот отсюда и решайте, когда и кому продавать. А кому это будет всегда или площадкой, или еще кто-то. Есть косвенные сделки. Косвенные сделки, да? Которые. Но тогда рискуют обе стороны. Что является косвенной сделкой? Когда я и тот же самый Петров, которым я хочу, мы договариваемся, что когда-то, когда будут акции на... выйдут на биржу, мы это все дело оформим. Вот. В реестре, в регистре. Но это все очень, 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 как бы, как дарственно или еще как-нибудь. Это все очень, как бы, непросто и сложно. Лучше на такие дела не идти. Не усложняйте жизнь себе и своим близким. И вот совсем недавно был такой вопрос, нужно ли делать инвестиции от имени сына, там, или ребенка своего, или дочери, неважно, да? Первых своих близких. Или от имени, там, жены той же самой, да? Почему бы и нет? Или супруга, мужа. И хороший ответ, я даже как бы не пришел бы к этому ответу. Хороший ответ дал одна, одна инвестор. Она говорит, что вот смотрите, я посидел и подумала, и что получается? Предположим, значит, у меня 3 миллиона по номинальной стоимости на 3 миллиона акций. Ну, вроде бы, сегодня это не сильно большая сумма. Я предполагаю, и я уверен, что это будет достаточно сильной суммой, да? Она слушала мой вебинар, когда я говорил о том, что человек наследование оформлял и, ну, по наущению нотариуса, значит, поставил номинальную стоимость акции и понял, что не осилить это все дело. А теперь предположим, что тот человек, который на своего, ну, просто человек, у него есть сын, там, дочь, неважно кто, да, близкий, первой линии родственники, ушел в мир иной, и у него осталось там 3 миллиона акций по номинальной стоимости. И на бирже к тому времени акции стоят 3 миллиона, биржа скупает эти акции по стоимости 3 миллиона. Что происходит? Настал момент родственникам первой линии, детям, сыну или дочери, или обоим сразу, получить это наследство за своим родственником, который ушел в мир иной, да? А может быть это супруга или супруг, кто-то из них один ушел, да? И теперь надо получать это все наследство. Вроде бы деньги большие, но сначала надо оформить, а чтобы оформить, надо заплатить, а денег этих нет. Вы понимаете куда? И я говорю, что мне бы до этого не додуматься было. Она говорит, а я так подумала, что может быть я на них и оформлю какую-то инвестицию, да? И пускай у них там будут акции, и пускай они не верят сегодня. Но я смотрю в будущее, мир, мы все бренны в этом мире. Глядишь, у них и появится возможность хоть как-то эти акции приобрести. Я, конечно, ей сказал, говорю, что вы знаете, есть и косвенные сделки так называемые, что если нотариус видит или находите контору, или ассоциация к тому времени будет, да? Если такие случаи будут происходить, но до этого еще дожить надо, что это будет так, то можно сделать косвенно договорившись, что я знаю, что у меня там есть получить 3 миллиона акций, да? Они стоят 3 миллиона, а эта фирма или эта компания, или этот посредник сегодня заплатит за меня вот так называемое оформление моего наследования и оформление госпошлины и оформление налога, нотариального налога. Понимаете, да, разницу? То есть это инструмент, это возможность, это потенциал. Поэтому подумайте об этом, чтобы этим воспользоваться. И сразу люди встали и сказали, да, значит, почему бы тогда вообще не оформить еще и на малыша или на студента? Я говорю, ну да, скорее на малыша, чем на студента. А, можно и на студента оформлять пакет. И процесс пошел. То есть понятно, смысл на этот вопрос ответ. Как лучше начинать адресный проект? С чего начинать? Да, в последнее время начали опять появляться такие вопросы. Если вы помните, мы и начинали в самом начале с адресных проектов, с тем адресных проектов. Потом немножко как бы перешли на организационно-таки правовые, экономические, какие-то другие вопросы. Говорили тут о разных, о Скайвей. Вот. Но с чего лучше начинать адресный проект? Дорогие друзья, тут как бы в первую очередь адресный проект надо с его подготовки, с подготовки информации начинать. Я как бы не организационно, организационно, да, если вот к этой организации или сходной орг структуры реализации адресного проекта нужно приходить тогда, когда уже есть, когда уже есть описание этого адресного проекта, взвешены все или самые основные как бы элементы. Откуда, куда, сколько километров, какая продленность, кому она нужна, кто выгодополучатель или вот кому это нужно, да, вот, кто будет платить или будет ли заказчик, вот, будет ли инвестор или есть ли возможно ориентировочные инвесторы. Ну, естественно, чтобы это все обосновать, есть ли инвесторы, нужно для себя определиться. А есть ли резон в этом проекте? Кроме того, что он имеет только социальный или какой-то такой, ну, как бы внешний эффект, да, красиво и хорошо проехаться, да, безопасно, да, но кто будет этим пользоваться, сколько человек, сколько это будет стоить, сколько стоит в зависимости от того, как мы построили, как эксплуатируем и так далее. То есть целый ряд вопросов, взамен чего это будет делаться. Там есть такой целый ряд вопросов, я их когда-то вам показывал, они еще доработаны сейчас. Вот, и все, кто желает, как бы, ознакомиться с этим, получают определенные вот это приложение и начинают поэтому готовиться. Прямо приведу один абсолютно свежий недавний пример. Человек, с человеком или с группой даже людей с Дальнего Севера мы общались, вроде бы на первый взгляд толковая идея, вот, они все время там мне задавали, говорят, давайте, дорогие друзья, мне некогда с вами сильно общаться. Я вам вышлю форму приложения, вот, когда-то составлен документа, посмотрите, ответьте на эти вопросы и тогда взвесьте. Отослал, сразу же какое-то время прошло, приходит ответ, да, здесь надо поработать. Конечно, дорогие друзья, надо поработать. Ну вот, и теперь так время от времени в неделю один вопрос возникает там или кто-то выходит на связь, я помогаю, люди потихонечку продвигаются, начинают соображать, что стоит делать, а что не стоит делать. Вот, с этого надо начинать адресный проект, в первую очередь, во вторую, с обучения, да, затянули, кто-то скажет, я вот сегодня перед тем, как выйти к вам сюда, предстать пред ваши очи своим нахальным лицом, которое всякого уже понабещало, я-то помню, понимаете, вот, и вспомнил, что еще в феврале месяце, я вам говорю, даже еще чуть-чуть раньше, что, да, потерпите месяц, потерпите два, Академия Новоевроазии откроет скоро мощный модуль обучающий один, другой, третий, да, и мы пойдем, вы будете платить, будут происходить определенные процедуры, да, получите различные трехступенчатые квалификации и так далее. Вы знаете, ни времени, ни ресурса нет, ведь для того, чтобы подготовить мощный комплекс, нужны люди, нужно время, нужны деньги. И поэтому, а мы наши все, наш весь фокус направлен на процесс обеспечения подготовки, обеспечения инвестирования, то есть на, как бы, на то, чтобы качество или вернее шло накопление именно потенциала этой технологии в акциях и шла капитализация, забыл слово. Капитализация. На капитализацию мы направлены, и это самое важное сейчас. И вот теперь, когда мы подошли с вами к тому, что уже идет процесс подготовки, он серьезно идет, подготовки ассоциаций, видится, что ассоциация может взять на себя целый ряд интересных процедур, связанных именно с подготовкой и помощью по адресным проектам. Во-первых, то, о чем я вам говорил еще в феврале и марте, обучение людей, и там, неважно, прошел ли ты все три стадии, то есть с начальной и остановился на этом. Я сейчас скажу, что это даст прохождение и остановка на любой или прохождение всех трех стадий обучения, да, вот, или же просто ознакомление базовое, получение базовых знаний и базовых навыков, базовых каких-то документов, вот. Или дошел до того, что ты стал управляющим и получил сертификат возможного управляющего будущим, будущими адресными проектами. Это очень мощная квалификация, квалификационная будет, ну, документ, скажем так, который даст возможность конкурировать, ну, нехило конкурировать, вот. Вот. И это все возможно, дорогие друзья, только благодаря того, когда мы акционеры вот здесь, да, с ассоциируемся, создадим ассоциацию. Центр обучения и переподготовки. Как он будет называться, я не знаю, но он будет. Его обязательно будем создавать. Все эти самые, фонд развития, все эти компании, все этот банк, все это будем создавать. Но по адресным проектам я остановлюсь только здесь сейчас. Это будем создавать однозначно. И вот через это. Плюс. Второе. Здесь. Центр инициации управления адресным проектом. Тоже будет. Вот два элемента, связанных с адресным проектом. И теперь о самом адресном проекте, о его понимании. Еще раз. Ибо об этом всегда мы, кто, или вы, или люди, которые ко мне обращаются, забывают. Инвестиции до 30%, то есть на первые этапы, ну, от нулевого до третьего этапа и половина еще, где-то начало четвертого этапа, до того момента, когда мы привлекаем инвестора, нужно пройти еще достаточно длительный путь. Это где-то 5-6-8 месяцев, год иногда может быть, да? Вот. И это надо пройти. То есть этапы инициации адресного проекта, презентационные материалы надо создать. Это все финансовая, это работа, это надо заказы делать КБ. Предпроектное предложение адресного проекта, предпроектное еще. Предложение довести до проекта. То есть эти два этапа показали, теперь мы сделали еще предпроектное предложение только. Этап предпроектной работы и исследования. Здесь мы уже почти что поняли. Мы сделали так называемое инвестиционное обоснование проекта вот здесь на третьем этапе. Уже присмотрели инвестора или инвесторов и ввели сюда и ведем с ним переговоры. То есть полтора, два, три месяца вот идет этот этап, может быть он идет даже четыре месяца, да? Но инвестиции-то уже сделаны из стоимости проекта почти до 30%. Но это наш бизнес. Здесь можно очень неплохо поработать, но и ассоциация здесь будет помогать. Она будет помогать вести это дело, да? Помогать это дело вести, если это мы сами ведем. Но это надо учитывать, берясь за адресный проект, дорогие друзья. И когда мы вышли уже к тому, а что же еще надо? Когда мы разобрали, что это дело стоящее, то есть первую как бы стадию прошли, тогда мы начинаем смотреть, что надо создать структуру, организационную структуру учредителей инициирующей компании. Инициирующей компании и инициаторы, вы, я, ты, он, она, группа какая-то, организация, организаторы адресного проекта обращаются, здесь еще стрелочка должна быть, к GTI, говорят, слушайте, GTI или же кто-то другой еще, может быть в ассоциации этот центр, да? Но обращаемся в любом случае к GTI и говорим, нам нужен партнер для этого проекта. Надо очень железно обосновать, чтобы GTI как бы приняла проект и сказала, да, я акцептирую, создаем фирму. Так как в Австралии фирму, инициирующую адресный проект. Там такой фирмы не было, там они сразу сделали вот это, как бы инициирующая фирма, была создана GTI и австралийским родом Хуком, и эта компания сразу вошла сюда. Здесь более простая или более такая, как бы несколько ступенчатая, чтобы лучше было бы понятно. И вот эта компания и GTI создают управляющую фирму и начинают вести проект, вести его и привлекать инвестора. На какой стадии привлекать инвестора? Смотреть сюда. А инвестору можно его лицо, можно ему показать и здесь, сказать, что смотри, смотри, это дело, у тебя есть возможность. И стоимость твоего входа в этот проект будет зависеть от того, на каком этапе ты вошел. Если ты здесь войдешь, мы его будем тебе продавать, этот проект. И это будет значительно дороже, нежели в начале, когда мы без тебя начали проект. Но здесь нужен управляющий. Поэтому первая стадия обучения будет давать нам возможность человеку поучаствующему быть компетентным инициатором и подготовщиком адресных проектов. Чем компетентнее он будет, если он пройдет вторую стадию, то тогда он сможет еще и довести этот проект до следующей стадии. То есть он будет на предпроектной стадии подготавливать этот проект. А если он закончит три ступени в модуле обучения, то тогда он дойдет до того, что он сможет уже и конкурировать на управляющего проекта. Итак, кто же получит лучшие конкурентные возможности? Тот, кто с момента инициации пришел сюда или же кто-то со стороны? Разве что единственный вариант, когда инвестор входит, не присматривается к этому, а вводит по каким-то причинам своего управляющего. Но извините, здесь же у нас тоже зависит от того, какова доля участия инвестора и какова доля участия GTI и фирмы, инициирующие адресный проект. Вот для чего эта вторая ступень нужна? GTI одному здесь трудно бороться с инвестором, а так она сидит и в этой компании, и сама участвует. Понятно, да? То есть создается некий такой пул, с которым лучше управлять вот этим, или лучше воздействовать, лучше как бы вести и позиционироваться с инвестором. Это более такая сильная структура. Вот это очень важно. Я надеюсь, что я вам объяснил целесообразность прохождения обучения в модуле, обучающем модуле на будущее. И к этому, вот я опять обещаю, но здесь мы уже к этому идем достаточно долго. И теперь та же самая ассоциация, акционеры, акционеры, и еще последняя такая мысль, что существует целый ряд фондов поддержки, которые тоже становясь акционерами, сами становятся и поддерживаемыми. То есть понятно, мысль вот здесь в чем, что фонд поддержки каких-то там, я не знаю, работников, я не знаю, там, работников газовой промышленности. Что такое работники газовой промышленности? Или, ну много есть различных фондов, ассоциаций тоже. Это люди, которые отработали свое, да, зарабатывали хорошо, а пенсия, а будущее, а не дай бог что-то случилось на работе, здоровье подорвали. Что дальше? Дальше начинаются у людей проблемы. Вы скажете, да, они акционеры, может быть, сами отдельно тоже. Конечно, если акционеры, то уже есть так называемый буфер социальной защищенности. А если нет, а если, и тогда человек в этом фонде, этот фонд входит акционером, и у него появляется еще возможность быть, как бы, обслуживание, получать обслуживание этой ассоциации. Ровно так, как и все другие юридические лица смогут получить обслуживание в рамках адресных проектов, в рамках деятельности в направлении сковей, вот этой всемирной ассоциации инвесторов. Это тоже такой инструментарий, может быть, это сейчас не совсем актуально, но тем не менее, я обратил ваше внимание на этот момент. И последнее, повторение мать лечения, еще раз, добровольное объединение инвесторов ассоциаций, некоммерческое объединение, которое состоит компанией, организацией для целей, задач ассоциаций, защищает интересы инвесторов сковей, каким образом, различными страховыми моментами, участием, возможности участия в общих собраниях акционеров, кооперации, кооперации в адресных проектах и так далее. Это все защита, дорогие друзья. Пропаганда, возможности, ценности сковей. Да, это такие основные моменты, что такое ассоциация. Что дает? Мы уже проходили, помогает создавать бизнес, создает поддержку, помогает управлять своими акциями, естественно, помогает, консультирует. Организует необходимую переподготовку обучения. Об этом мы тоже уже говорили с вами. Дает возможность участвовать в транспортных проектах. Возможность участия своими акциями в адресных проектах. Чем отличается участие в транспортных проектах и возможность участия своими акциями в адресных проектах. Различие здесь как раз в том, о чем я вам сегодня говорил. Одно дело, я просто участвую своими акциями, или ассоциация участвует здесь при создании этой компании, не GTI выкладывает все свои ресурсы, а еще входит сюда и ассоциация, или она входит сюда, скорее всего сюда входит ассоциация, да, вот. И я участвую здесь. И совсем другое, когда я могу участвовать, проходя, инициируя, проходя вот эти стадии, вплоть до управления этим адресным проектом. И это все позволяет мне делать, участвовать в транспортных проектах. Это и есть участие в транспортных проектах. Дает мне поддержку для привлечения юридических лиц к инвестициям. Вот смотрите, я уже, вероятно, прошлый раз говорил, но я повторюсь. Это тоже, опять-таки, повторение, как говорится, мать учения. Одно дело, когда я иду рассказывать юридическим лицам, а мне представляется, что бизнес достаточно такой неплохой, когда мы привлекаем юридические лица в инвестиционные процессы. И сейчас, и потом, когда будут адресные проекты. Вот. И совсем другое дело, когда это я делаю вместе с консультантом или с поддержкой ассоциаций. Очень важный момент. Сегодня не моя верхняя линия, она может быть не столько компетентная и так далее. Новикова Татьяна Москва. Что надо сделать? Ничего, быть акционером. Вот и все. Быть акционером Skyway. Компания Евразия, NRL Skyway Systems Holding. И, естественно, потом изъявить свое желание. Там будет своя процедура определенная. И платить ежегодный взнос, который будет абсолютно символичный. Больше ничего особенного. Ну, естественно, вот это, я понял правильно, я думаю, ваш вопрос. Вот. Почему нужна? Ну, вот здесь тоже, может быть, пару вопросов. Инициация совместных адресных, я повторяюсь, да. Управление и финансирование адресных, тоже повторяюсь. Значит, привлечение компетентов услуг, так, кооперация голосов. Ну, вот практически все. Страховка бизнеса и взаимопомощь, дорогие друзья. Это тоже очень важно. Так, вопросы пошли, дорогие друзья, да. Что нужно сделать? А сколько всего инвесторов, хоть примерно, сонат, примерно? Я рассчитываю так. Я так посмотрел в потолок, прикинул. Я думаю, что инвесторов, которые хоть раз проинвестировали, да, не говоря о том, значит, сколько у них акций. А, сколько, да, инвесторов, которые хоть раз проинвестировали, более 350 тысяч уже. Хоть раз. Имеют хотя бы одну акцию. Понятно, да? На сегодняшний день. Вот. Офис, ассоциация, бухгер... Нет. Значит, офисов не будет в городах. Будут так называемые региональные или какие-то... Как они будут? Это надо еще обсуждать. Есть разные мысли. Будут так называемые или региональные, территориальные. То есть, они не будут так, что там в каждом городе или еще где-то. У ассоциации будут свои представительства, но она будет как бы развиваться шаг за шагом. Скорее всего, будет по евразийская, европейская, африканская, азиатская, там, какая-то там, значит, среднеевропейская. Вот такие вот могут быть ассоциации или, скажем, представительства. Причем, не исключено, что может возникнуть ассоциация. Например, во Франции сейчас люди уже тоже задумались и говорят, а мы создадим свою французскую ассоциацию. Ну, в Бога ради, давайте. Но тогда, если вы раньше создадите, тогда труднее будет нам состыковываться. Поэтому давайте вместе как бы идти этот путь проходить и создавать ассоциацию, смотреть, как ее создавать, что она даст и так далее. Вот, чтобы потом не стыковаться. То есть, понимаете, да, что или принципы будут не подходить, или член ассоциации не так, или не так создали эту ассоциацию. Там появляется конфликт интересов, привлекли кого-то. Понятно. Это будет тоже определенный процесс, и к этому надо готовиться, и он скоро начнется. Пока идет подготовка организационно-юридических, правовых таких вопросов, финансовых вопросов. Они пока еще идут дальше. Сначала идет пока организационно-правовых вопросов, проработка. Так, ассоциации будут говорят спасибо. Будет ли создан Skyway Invest Bank? Ну, как его назвать, я не знаю. Но какой-то банк, и я уже говорил, наверное, смотрите, кто это там задал вопрос, Марина Часова. Смотрите, значит, что я здесь говорил вам, что банк Новой Евразии. Пока я его назвал так, но мне не нравится и умным людям тоже. Я примахиваюсь к умным людям. Значит, что мне не нравится слово банк, ибо это как слово пирамида замаранная, понимаете? Я, по крайней мере, это так понимаю, потому что и в хорошем, и в плохом смысле. Как только мы сегодня говорим банк, мы опускаемся на уровень существующей, сложившей парадигмы, что такое банк, какие модели банков и так далее. Будет новое вместилище или какая-то организация, банк нового времени, Новой Евразии, назовем ее так, пока. Будет? Так, в начале трансляции вы говорили про внутреннюю биржу. Что это и почему она есть или должна быть, и в чем отличие от других. Внутренняя биржа, речь идет о том, чтобы, как бы, есть целый ряд, первая причина. А это биржа, это электронная биржа, это площадка, это так называемое пространство, будет интернет-пространство, которым будет управлять управляющая компания Евразия, НРСК, Вестистэмс Холдинг, компания сама. Вот, даже не она сама, извиняюсь, управлять будет, скорее всего, головная компания, ее, как бы, материнская компания. Или ею назначенное лицо. И она, так там был вопрос построен, что это, почему она есть или, да, нет, ее пока нету, есть только электронная площадка или так называемая оболочка и правила игры там разработаны программистами, да. Сейчас отрабатываются именно так называемые правовые и экономические вопросы взаимоотношений и правовых взаимоотношений, да. Да, продавец, покупатель, продавцом будет являться биржа, она же будет являться и покупателем, с одной стороны, да. И продавцом будет, и покупателем будут являться и различные акционеры. Но только акционеры пока. Вот, и в чем отличие от других? Ничем она сильно не отличается, только то, что она внутренне, и в ней участвуют только акционеры Skyway. Стал акционером, ты можешь участвовать. Не стал, ты не можешь там участвовать. Понятно, да? Стал акционером, можешь участвовать в этой бирже. Может быть, даже там будут какие-то еще ограничения, что там с 15, ну, не буду сейчас здесь, значит, спекулировать различными моментами. Но я надеюсь, что более-менее внятно объяснил вам Тонат. Так, расчетный центр, так, расчетный центр Алексей Яковлевич. Про продаж акции очень странно, очень странно, так, ведь акции кого-либо обычно, а можно продавать, нет, нельзя, дорогой друг. Алексей, вы чего, вы откуда приехали? Назовите меня, да, если это, скажем, акционерное общество, в котором есть в уставе такая возможность, и в первую очередь можно там, иногда, ну, как бы предполагают, что акционеры могут продать друг другу, но в первую очередь они предлагают всегда самой компании, акционерному обществу. Если акционерное общество само отказывается, то может Иванов Петрову продать, но это таких, так написано, в нашем акционерном обществе такого права нету, там четко посмотрите, значит, документы, устав акционерного общества, там сказано, что вторичная биржа открывается, или вторичный рынок, извиняюсь, открывается только по общему решению, по решению владельца компании. Конкретно, или только через биржу, да. Только через биржу, правильно, Алексей, да? Чем акции в составе отличаются от акций АО? Ничем? Абсолютно. А, можете рассказать, ну, постараюсь еще более подробно рассказать на следующем вебинаре, если это представляет интерес. Акция ничем отличается от других акций, они так и есть акции, они у нас, скажем, электронные, но можно получить и бумажную акцию. Разницы нет. Потому что никто же бумажными акциями не будет бегать когда-то на биржу. Если мы на биржу предлагаем продать акции, мы говорим и даем распоряжение нашему брокеру, пожалуйста, обратитесь или обратитесь в этот самый фонд регистрации, который держит регистрацию наших акций на Кипре. Акция номер 2221 до там 2 миллиона 221, то есть 2 миллиона акций, пожалуйста, по стоимости, которая сейчас на бирже, эти акции котируются. Один доллар за штуку. Вы мой номер банковского счета знаете. Все, сумму туда, пожалуйста. А дальше уже сам буду управлять. Там разные модели есть. Я такую как бы, знаете, такую барскую модель нарисовал. Вот. Так, что там у нас еще есть? Может, может, рассказать об этом? Да, могу еще подробнее рассказать. Не допоняла. Так, Марина Беляева. Как могут дети переоформить мои акции, когда меня не станет без той пошлины, на которой... Марина, значит, не знаю, сколько вам лет. Дети, будем говорить не о вас. Дети могут оформить только нотариально. Понимаете, да? Наследование осуществляется нотариально. Я рассказывал случай, когда... Чтобы у детей, если вдруг не будет... И, понимаете, если человек, который ушел в мир иной, у этих акций уже мощная стоимость на рынке, то нотариус всегда первым делом смотрит, какова стоимость акции. Ага, 2 миллиона наследуйте, 2 по одной. Так, они котируются на рынке. Акция, одна акция, 1 доллар. Да, 2 миллиона. Стоимость сделки 2 миллиона. С этого полагается госпошлина столько-то, на моя нотариальная пошлина столько-то. Вы становитесь наследником или обретаете право распоряжаться этими акциями после того, как нотариально оформлено ваше наследование. Понятно, да? Да, 6 месяцев прошло и так далее. Вот так только в любом случае и в вашем случае тоже. Не дай бог, чтобы ваш этот случай был бы не близок. Алексей Дьяков. Я сам был акционером и учредителем, впоследствии просто продал эти акции, конкретно отсюда опыт. Ну, Алексей, это было много, что было. Я тоже продавал, но пардон. Я продавал через биржу уже, потому что эта компания, она нотировалась на бирже. Те акции, которые я продавал. Майнерские акции, да? Вы продавали акции компании, которая не нотируется на бирже. Вот. И у нее в уставе были права. Были описаны определенные возможности. И вы вписались в эти возможности. Их никто не оспорил. И сделка состоялась внутри компании. В нашей компании такие, чтобы не было вот этой внутренней спекуляции, такие возможности исключены изначально. И заложено это в уставе, где будет строиться первая дорога Скавей. Если бы я, Танат, знал бы где. Пока, похоже, это Австралия. Так, есть еще вопросы, дорогие друзья? Пока не знаю. В России же, знаете, это непредсказуемая страна-то она. Может статься, что и в России. Может быть, параллельно начнется. Не могу. Я буду сидеть там, значит, и сейчас думать. Пока не видно так, чтобы на стадии, понимаете, в России более мощный проект пока, да? Вот, готовится, но вот, боюсь, что нет. Есть еще вопросы? Пока нету. Ну что ж, дорогие друзья, тогда разрешите мне сегодня вас поблагодарить. Еще не Рождество. Мы до Рождества с вами увидимся. Вот, благодарю, Тамара Эдуардовна. Всегда очень приятно получать от вас, скажем, лестные отзывы. Это льстит в какой-то степени. Вот, Юля, минутку. Минутку, Юля. Ладно, Юля, я вас тоже еще выслушаю. Благодарю еще раз всех за конструктивный монолог. Да, пока монолог. Можно и диалог устроить. Приезжайте на конференцию или на форум, извиняюсь, они так у нас называются. И тогда у вас будет диалог. Многие очень были удовлетворены диалогами. Спасибо. Еще раз, дорогие друзья, больше не будем забивать время эфира. Вот, до скорых встреч. На следующей неделе мы с вами встречаемся предрождественски по нашему календарю. И, в общем-то, для всех тоже Рождество во всей Европе и в большинстве стран мира. Мы еще с вами встретимся. До скорых встреч. Удачи вам и вашим близким. Строй сковей, спасай Россию. И спасай мир, планету. Это к тем, кто про Россию там подумал. Все доброго.